Это невероятная история, похожая на сказку. Коля с Фимой отправляется вслед за незнакомкой. К их удивлению, в доме никого нет. Собираясь уходить, Коля замечает лестницу в подвал. В подвале обнаруживается машина времени. Но Коля не подозревает, что эта машина времени легкомысленно включает ее, что приводит к драматическим последствиям. Отсюда следует сделать вывод. Если вы нашли в подвале машину времени, никогда не включайте ее без разрешения взрослых. Коля оказывается в будущем, где встречает доброго, романтически настроенного робота Вертера, который служит в Институте Времени. Вертер открывает Коле глаза, объяснив, что тот попал в самый конец 21 века. А таинственная незнакомка сотрудница Института Времени Полина, специалист по 20 веку. Пользуясь добротой робота, Коля просит хоть одним глазком взглянуть на будущее и побывать на космодроме. Если бы Коля мог предположить, что его поступок послужит толчком к невероятным происшествиям, он бы, наверное, поспешил домой. Но Коля ничего не предполагает и отправляется встречать звездную экспедицию. Билеты на Луну есть? Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Ну, мне очень надо. Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Ну, ладно. Ну, хоть куда-нибудь. Только чтоб сразу полететь. Вопрос не понят. Куда вам надо? Ну, хотя бы на Уран. С какой целью? А у меня там тетя работает. Обратитесь в Академию наук. Места на Уран бронируются только для ученых. Ну, хоть на что-нибудь. Пожалуйста. Ничего не понимаете. Продолжается посадка на космолет «Товарищ». Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4 в 12 часов 26 минут. Академия на «Товарищ» А что это вы такое делаете? А разве непонятно? Работаем. А конкретно? А если конкретно, то спутник запускаем. У нас неклассное задание. Модель. Какая еще модель? Обыкновенный спутник. Да что в вашей школе спутника, что ли, не проходит? А я из Конотопа. Ну и что? Разве в Конотопе небо твердое? Жидкое. А красиво у вас спутник? Мы в Австралии с одной школой дружим. Хотим наладить с ними постоянный контакт. А вы на летное поле тоже пойдете? Пойдем. Но не все. Да, конечно. Погоди. А ты почему все расспрашиваешь нас? Конотопец. Ну просто. Ну, ребятам в школе расскажу. Будем спутники в Новой Зеландию запускать. Ну а что? Ничего. Один такой любопытный из детского сада тоже захотел на Марс полететь. Грузовик забрался. Последнюю минуту нашли. А то бы наверняка погиб. Да он просто дурак. Если бы мне в голову пришла такая дикая мысль, я бы никогда на грузовике не полетела. А на чем? На почтовом. Их отапливают. Ну а как отличить почтового от грузовика? Очень просто. По эмблеме. А-а-а. Поехали. Пока, конотопец. Поехали. 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 В этом зале вы говорите? Да. Так, ну, здесь тоже нет. Михаил Иванович, ведь это же все-таки 16 контейнеров с Плутона. Там 600 килограммов алмазов. Где это все? Наверное, в третьем зале, можно пойти посмотреть. Ну, идемте посмотрим в третьем. Долго мы так будем смотреть? Михаил Иванович, ведь это же все-таки не иголка в стоге сена, правда? Я спрятался. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Добрый день. Добрый день. Холосо, холосо. Мое посетение. Это профессор Селезнёв? Да. Крупнейший в галактике спец. Очень краса. Селезнёв! Селезнёв! Познакомься, мой друг прилетел. Учёный, дикое дело, милофон изобретает. О, да, есть. Очень приятно. Вы меня обгоняли, я вас догоняли. Это есть сотрудничество, так? Простите, вы с какой планеты? Из системы Стрельца. Специально прилетел посмотреть, что ты тут натворил. Ну, тогда нам с коллегой лучше говорить на его родном языке. Мой друг давно покинул родину. И из уважения предпочитает говорить на языке земли. Так что вас интересует? Я хотел смотреть милофон. Давайте сделаем так. Я сейчас занят, прилетают мои друзья, и мы с Павлом их встречаем. Где есть милофон? Он у моей дочери, у Алисы. А где Алиса? А Алиса в Космозо. Она с его помощью читает мысли некоторых загадочных животных. О, такой ценный аппарат. Читает чужие мысли. Это власть над Вселенной. Я дал дочке. Ну, ты же знаешь Алису, я ей полностью доверяю. Дедушка Павел. Дедушка Павел. Внимание всем встречающим первую межгалактическую экспедицию. Космолет «Витязь» совершит посадку на поле «Космодром-1» в 12 часов 55 минут. Дедушка Павел. Дедушка Павел. Очнитесь. Дедушка Павел. Мой юный друг. Вы меня узнали? Да. Что со мной? Вам плохо? Очень? Да. Ко мне подошли двое. Они спросили про профессора Селезнева. А потом... я ничего не помню. Дедушка Павел, я ничего не понимаю, кто это такие? Один из них в вас превратился. Коля, они искали Селезнева. У Селезнева милофон. Конечно же им нужен милофон. Я слишком поздно догадался, это пираты. Спеши скорее в космозо, найди Алису и милофон. Не беспокойтесь, я их найду. Алисе грозит опасность. Я их обязательно найду. Скорее. Космозо, милофон, Алиса. КОНЕЦ 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 Простите, вы здесь двух пришельцев не видели? Один худой, а другой толстый. Они космические пираты. КОНЕЦ Космических пиратов не бывает от сказки, правда? Что? О, чудак, говорящего козла не видел. Наполеон, не приставай к человеку. Конечно, он не видел говорящих козлов. От вас с ума сойти можно. На, ешь банан. Да надоели эти бананы. Пойду лучше травку прищиплю. Ну, отстань. Не бойся, он не бодается. Отдай за рога. Еще чего. Простите, а вы с какой планеты? Мы здешние. Он плод генетической ошибки. Студенты генетики просчитались. Он заговорил. Отдали его нам. В космозол. А куда еще такого девать? А я пиратов ищу. А зачем? Тебе что, больше всех надо? Он, вероятно, охотник за пиратами. Хе-хе-хе. Охотник? Ну да. Вообще-то нет. Вы понимаете, я за кефиром пошел. А тут пираты. А что они? За милофоном охотятся. Ай-яй-яй. А зачем им милофон? Они хотят галактику завоевать. Неужели непонятно? А-а-а. Наполеон. Неужели всю галактику? По-моему, он преувеличивает. Ну, действительно, мальчик, зачем им вся галактика? Не верите. Ну ладно, я побежал. Мальчик. Мальчик, ты куда убежал? Не торопиться надо. Очень наивный юноша, да. Мальчик. Все ясно. Это были пираты. Кто? Ну они. А, те, которые нас связали. Ну да, а я с ними разговаривал, как с вами, как же я сразу не понял, что они это не вы. Постой, постой, так что же, они теперь это мы? Ну да, да нет, вы это вы, они это не вы, хотя они как вы, они в вас превратились. В меня. И в козла. Наполеона. А где Алиса? Ей грозит опасность. Они хотят отобрать милофон. Что? Бежим, бежим, нельзя терять ни секунды. Ах, какие негодяи. Это космические пираты. Скорее, скорее. Все, бежим. Алиска. Ну что, Сеня, погулял? Теперь давай работать. Сейчас мы с тобой возьмем милофон и начнем опыт. Сосредотачивайся. О, поосторожней. Умный Сеня, хороший, ласковый. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут такие приключения. Вообще-то я из прошлого. Да? А из какого века? Из двадцатого. А где же? Я в шестом классе учусь, в двадцатой школе. А в шестом А или в шестом Б? В шестом В. А как же ты догадался, что мы это не мы? Да у них козел разговаривал. Нет, позвольте, позвольте. Это что же значит, если честный козел решил немного поговорить, то его уже обзывают пиратом. Это меня оскорбляет. Как? Вы тоже умеете. Я единственный в мире говорящий козел. К сожалению, уже не единственный. Вон. Это они. Скорее. Их можем догнать. Думай, Сеня, думай. О серьезных вещах думай. Спокойно, Весельчак. Спокойно. Стой здесь и жди сигнала. Ну, Сеня, посерьезней. Накажу, прогулки лишу. Сеня, ну, я прошу тебя. Сосредоточься. Что с тобой сегодня происходит? Здравствуй, Алиса. Здравствуйте, Электрон Иванович. Ну, как наши дела? Никак. А почему? Не совсем от рук отбился. Да. Срывает мне опыт. Ух, как нехорошо. Просто не знаю, что с ним сегодня делается. Угу, угу. Все-таки удивительная вещь, миолофон. Каждый раз смотрю и поражаюсь. Как хорошо, когда изобретение случается вовремя. Да, человечество должно быть готово к прогрессу. А вот, скажем, изобрели бы миолофон летство назад, ведь мог бы найтись человек, который бы использовал его во вредных целях. Какие могут быть вредные цели? Ну, как? Украсть сокровища, узнать секретный пароль. Да мало. Украсть сокровища, узнать секретный пароль. 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 Алиса, мелофон! Алиса! Мелофон! Алиса! Алиса! Мелофон! Алиса! Мелофон! Алиса! Мелофон! Алиса! Мелофон! Алиса! Мелофон! Алиса! КОНЕЦ 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 Алиса! Скорей ко мне! КОНЕЦ Мелофон у меня! Алиса! Скорей, скорей! Мелофон у меня! КОНЕЦ 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 Наполеон, куда они побежали? Вон туда. Мелофон у Коли. Он из 20 века, 20 московской школы, 6-го В-класса. Играет мелодии Субтитры подогнал «Симон» 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 И будет, что вспомнить, когда меня совсем отправят на свалку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Встаньте в круг Возьмитесь за поручни ДимаTorzok 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 У тебя что? Молока нету, что ли? Слушай, Фин, ты когда-нибудь лопнешь? Ничего ты не понимаешь. У меня объем тела больше твоего. Мне его поддерживать приходится. Ну ладно, рассказывай дальше. Я тебя внимательно слушаю. Я все рассказал. Выскочил я из машины времени и в магазин. В магазин? Кефир уже надо было купить. И ты в такой момент мог думать о кефире? А я все время думал о кефире. Даже на космодроме. А дальше что? А дальше все. Вот теперь не знаю, что мне делать. Уйди в подполье. Почему? Ты что, не понимаешь, какой ты опасный преступник? Забрался в будущее. Набедокурил. Ты украл еще этот, как его, милофон. Да, кстати, ты это не еще так и не показал. А я его спрятал. А мать не найдет? Она в мою личную жизнь не вмешивается. Повезло тебе с ней. А если случайно наткнется? Я его тут железками завалил. Вытри руки. Они у меня чистые. Спрячь, а лучше сожги. Ты что, сдурел? Ну ладно, давай его сюда. Интересно, какая статья тебе положена по будущему уголовному кодексу? Ты там следов не оставил? Каких еще следов? Ну, познакомился с кем-нибудь. Может, адрес свой кому-нибудь оставил? Не, я всем говорил, что я из Конотопа. Алягер ком алягер. То есть в бою, как в бою. Слушай, Финь, а может мне еще раз гонять в будущее? Ага. Там тебя ждут. С оркестром. Ну, я только долечу до института. Положу милофон и записку. Так, мол, и так. Виноват, Алиса. Но я хотел, как лучше. Там тебя и возьмут. Тепленького. И будешь ты через сто лет доказывать, что ты не верблюд. А милофон сожги. Тепленький. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok